Прекрасные девушки, заботливые мамы, рад вас приветствовать на наших педагогических фронтах. Продолжаем разбирать тему, почему некоторые дети не могут дать сдачу. Первый сценарий развития событий мы рассмотрели, есть и другие варианты. То есть, может получиться так, что ребенок не может дать сдачу, поскольку у него сформированы определенные установки, которые мешают ему это сделать. Это не настолько получится жесткая структура, как в первом варианте мы рассматривали, но тоже действует и может повлечь определенные последствия. Некоторые родители даже жуть и боятся сенсуальных конфликтов. Но многие из нас не любят общаться с другими людьми, с незнакомыми людьми. Особенно конфликтовать с незнакомыми людьми многим это очень некомфортно. И некоторые мамы, папы пытаются этого избежать во что бы то ни стало. И вот у нас получается такая ситуация. Ребенок в детском садике, ему дали оплеуху, он дал в ответ оплеуху, или ему что-то сказали плохую, он дал в ответ оплеуху. Все. Еще идет разбирательство, мамы с друг другом ругаются. И вот, понятно, что одна мама там какая-то такая боевая мама, а вторая как раз, которая не любит, очень сильно этого боится, не любит. И вот у нее прям ступор такой. И во избежание, и она уже дальше не разбираясь, кто был прав, кто был виноват, она занимает позицию не своего ребенка. Она занимает свою личную позицию. Она говорит, ни в коем случае драться нельзя. Там это все очень плохо. Агрессия это очень плохо. И всячески давит эту агрессию. То есть, внушая ребенку, что это табу, это нельзя, ни в коем случае, и так далее. Может также быть и здесь несколько в другом ракурсе работать. Например, у мамы или у отца ребенка были злые, жестокие родители. В прямом смысле жестокие родители, которые допускали побои и так далее. И вот родители боятся, что их ребенок вырастет таким же. Будет злым, будет жестоким. И в каждом акте его самозащиты они видят вот этого зарождающегося ганнибала-лектора, который сейчас ударил в ответ, но через некоторое время он начнет жестоко избивать всех окружающих. Потом, конечно, в конечном итоге и своих стареньких родителей, и уж тем более достанется его детям. И они думают, нет, мы должны спасти душу нашего ребенка от этого темного пути. И начинают ему внушать, что нет, нет, агрессия это в любом случае очень плохо. Забывая о том, что мы приматы, что мы живем в социуме, у каждого у нас есть личное пространство. И единственный способ показать это личное пространство это агрессия. Об этом будет отдельный выпуск. Так вот, и этот инструмент настолько же естественен, он настолько же нормален, так же, как и здороваться со знакомыми людьми. Этот инструмент мы все постоянно используем в виде открытой агрессии, как у детей бывает, или в виде скрытой агрессии, как это бывает на наших рабочих местах и с нашими близкими. Когда мы вроде бы агрессию не проявляем, но все прекрасно понимают, что вот эта линия, за которую заходить нельзя, иначе будет плохо. Так вот, напичкивая своих детей установками такими, против агрессии, против проявления, зачастую в ущерб ребенку, для того, чтобы самому не ввязываться в эти конфликты, а ввязываться в конфликты придется, потому что мамы... То есть эти истории просто повторяются из раза в раз. Кто-то кого-то задирал, задили, набили, то есть настучали по лицу, и все. И вот мама задиры бежит разбираться, что же такое, почему, что же случилось с ее сыночком и конфликтовать. Бывает по-разному. Поэтому задумывайтесь о том, на чьей вы стороне, какие последствия. А последствия для ребенка очень тяжелые. То есть если ребенок не может дать сдачи, в конечном итоге, вот уже во взрослой жизни у него будут отжимать рабочее место, место в очереди. Он не сможет отстоять свою прибавку к зарплате. Он... В общем... Это еще не считая той школьной жизни, которая его ждет. Это вообще ад в конечном итоге будет для ребенка. Поэтому задумывайтесь, когда родители боятся агрессии. А-а-а-а... То есть особенно в маленьком возрасте пользуйтесь, пока дети маленькие. Пока дети маленькие, они несовершеннолетние. То есть они не подсудны. И никакой участковый, никакая комиссия по совершеннолетним за разбитый нос и синяк под глазом разбираться в этих вопросах не станет. Поэтому задумайте на ночей в стороне и принимайте правильное решение. Субтитры создавал DimaTorzok